Мир вам, дорогие друзья! Хорошие, добрые и правильные отношения – это всегда благословение, радость и счастье. Много лет назад, когда еще не было возможности пользоваться мобильной связью, скайпом или посылать смс-сообщения, я писал своей возлюбленной девушке каждый день из армии советской тогда еще. И два года я писал письма и получал в ответ каждый день. И несмотря на то, что я не видел глаза моей любимой и не слышал ее голоса, мне было очень приятно, и я испытывал огромное чувство радости и удовольствия, когда писал или читал ответы. И это мне напоминает о том, как мы можем вести вот эти добрые отношения и переписку или общение с Богом, которого мы не видим. Уже почти четверть века я теперь нахожусь в счастливом семейном союзе с той возлюбленной девушкой, которая меня дождалась и потом вышла за меня замуж. И я думаю также о том, как быстро пролетает время. И жду с нетерпением того удивительного часа, когда могу лицом к лицу общаться с живым Богом, который сотворил нас и скоро придет для того, чтобы ввести нас в царствие вечной славы своей. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как строил отношения Бог с Авраамом и Лотом. Я приглашаю вас прочитать вместе со мной «Бытие, 12 глава, с 1 по 4 тексты». «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Бог обращается к человеку. В данном случае Бог обращается к Аврааму и говорит, «Выйди, я укажу Тебе другую землю, другое место, где я хотел бы, чтобы Ты жил». Очень часто в нашей жизни мы обращаемся к Богу с различными проблемами, переживаниями. Но мы даже не подозреваем о том, что в решении всех наших жизненных задач помогает нам всемогущий Бог. Не всегда мы это можем видеть, не всегда мы это замечаем, но это истинно так. И вот здесь мы с вами прочитали, «И сказал Господь Аврааму». Следующий момент тоже очень интересный здесь же. Мы читаем, что вместе с Авраамом, который послушался Бога, выходит и его племянник Лот. Мы видим здесь, что незримо мы влияем с вами на ближних наших, на окружение, с которым мы общаемся. И вот здесь для Бога очень важно, когда Он строит отношения с одним человеком, это является также возможностью Богу строить отношения и с другим, и с третьим, и с четвертым. И таким образом Бог хочет расширить круг Своих друзей. Он хочет, чтобы каждый из нас лично строил отношения с тем, кто является нашим Творцом, нашим добрым другом, тем, который ведет нас по этой жизни в Царство Небесное. Когда мы читаем дальше, то мы находим следующие интересные стихи. «И поднялся Авраам», читаем мы девятый стих этой же главы, «и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Когда мы внимательно читаем Священное Писание, мы видим, и Бог показывает нам на эти удивительные моменты, что очень часто, даже уже строя или построив отношения с Богом, мы не всегда стремимся поддерживать эти добрые отношения. Иногда люди приходят к Богу, принимают крещение, начинают приходить в церковь, и на этом их рост духовный, их отношения с Богом становятся просто ровными, просто обычными, и не развиваются дальше. И здесь мы с вами прочитали, что когда Авраам пришел в одну страну, то там начался голод. Казалось бы, сам Бог его пригласил в эту страну. И почему же в этой стране начинается голод или проблемы? И вот здесь очень важная деталь. Авраам, он не вопрошает Бога и меняет снова самостоятельно место жительства. Он приходит в Египет. И там, в Египте, происходит еще одна очень интересная история. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты, женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было. Когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она, женщина весьма красивая, увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Когда мы смотрим сюда, в эту историю, то Священное Писание четко говорит, насколько часто мы с вами уже в добрых отношениях с Богом теряем из виду того, кто желает быть нашим руководителем, помощником и другом. И когда в нашей жизни случается голод или какая-то проблема, переживание, мы зачастую, подобно Аврааму, начинаем действовать самостоятельно, думая о том, что Бог вот в этих конкретных ситуациях Он ни при чем. Он пока еще далеко. И как тяжело Богу, когда Он хочет нам помочь, хочет, чтобы мы к Нему обратились с вопросом, пусть даже эти вопросы будут не совсем хорошие с человеческой точки зрения. Почему голод? Почему проблема? Ведь мы с Тобой договаривались, Господи. Бог не боится этих вопросов. Бог не боится этих проблем. Тем более того, Бог готов ответить на наши нужды и на наши вопросы. Но как Богу бывает больно и трудно от того, когда мы, подобно Аврааму, принимаем самостоятельные решения? Мы видим, что, конечно же, у Авраама были добрые отношения с супругой. Но мы видим также и то, что неправильно принимать решения в своей жизни, не посоветовавшись с Богом. И тогда Бог не лишает благословений человека, который как бы отворачивается от Бога, теряя вот эту связь и утрачивая эти взаимоотношения. Бог начинает действовать. Не укоряя Авраама и Сару, Он обращается к фараону. Давайте прочитаем это. 17 текст. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараон Авраама и сказал, что ты сделал со мною, для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот, жена твоя, и возьми ее, и пойди». Дорогие друзья, здесь Бог вновь показывает нам свое отношение к нам, даже тогда, когда мы поступаем неправильно. И здесь мы видим, насколько Бог щедр и добр по отношению к нам, заблуждающимся и ошибающимся людям. Бог решает проблему и начинает говорить с фараоном, начинает оправдывать Авраама. И это удивительно. Я хочу иметь вот такие добрые отношения с Богом и ценить эту дружбу, потому что Тот, Который сотворил нас, Который больше всех, Который сильнее всех, Который мудрее всех во Вселенной, Он знает, в чем мы нуждаемся, и никогда не упрекает нас. Бог очень осторожно, день за днем, час за часом, от обстоятельств к обстоятельствам, укрепляет нашу веру. Он хочет показать, что с Ним можно строить отношения, Ему можно доверять, и с Ним в союзе бояться никого и ничего не нужно. Переходя к 13 главе, мы видим следующую картину. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем. Священное Писание открывает нам дальнейшую историю жизни и взаимоотношений Авраама с Богом. Мы здесь только что с вами прочитали, что Авраам был весьма богатым человеком, он был влиятельным человеком, и он менял теперь место своего расположения, своего жилья, своего жительства именно так, как Бог ему повелевал это делать. Удивительно, мы знаем, что в те времена очень непросто было жить вот так вот одиноким шатром или одиноким вот таким вот станом, потому что немало было разбойников. Но Авраам для себя излег очень важный урок. Общаясь с Богом и доверяя Богу, нам можно быть в безопасности. Нам можно жить безопасно даже там, где, казалось бы, орудуют неприятели, лихаимцы или какие-то разбойники. И, что немаловажно, мы снова видим, что Лот, его племянник, он тоже принимает решение и идет вслед за своим дядей, и далее мы видим, что их богатство, их территория влияния расширяется. Но в этой же главе мы переходим к следующему моменту и отрезку в их жизни. «И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле». Священное Писание говорит о том, что благословения, в том числе и материальные, этих двух верующих людей были очень великими. И, к сожалению, мы здесь прочитали, что настолько богатство их умножаться стало, что споры начали возникать между территориями, между влиянием. И тогда Авраам сказал Лоту, восьмой текст, «Да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же ты от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истробил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Дорогие друзья, иногда и в нашей современной жизни происходит нечто подобное. Друзья и даже родные, родственные души начинают в чем-то иметь проблемы и разделения. И что очень важно нам понимать, это разделение касается нисколько и не только материальных богатств и имущества. Разделение на уровне мышления, на уровне понимания. И я уверен, что Авраам, он молился Богу и переживал о том, что теперь делать. И Авраам, будучи гораздо более старшим и опытным, и уважаемым, тем не менее, он дает право Лоту сделать выбор. И Лот этим пользуется. Мы видим, что Лот начинает все больше и больше дорожить богатствами, благословениями и подарками от Бога. И все меньше и меньше ценит дружбу с Богом. И это приводит Лота и тех, кто последует примеру Лота к большой опасности. Уже в 14 главе мы можем прочитать очень серьезную историю, где Бог предупреждает Лота об опасном пути, который избрал Лот. Любить больше богатства, любить больше благословения, чем самого подателя этого богатства и этих благословений. 14 глава книги Бытие говорит о том, что в процессе противостояния, в процессе войны между царями Лот со всем своим имуществом и со своей семьей, с близкими и с родными попадает в рабство. То, чем еще недавно так гордился. Лот богатствами, влиянием, образованием своих детей, и множеством других благословений, которыми обычно гордятся и радуются люди на этой земле, все в один момент было потеряно. И это опять-таки любовь Бога, который показывает, нельзя отходить от Бога, нельзя позволить дьяволу разрушить эти добрые взаимоотношения в жизни верующего человека. И несмотря на то, что Лот продолжал ритуалы какие-то делать, совершать, продолжал молиться, продолжал какие-то делать служения, ему уже привычные, вместе со всей своей семьей. Но вот именно вот эта связь, живая связь, отношение с Богом, от которого все благословения, она начинала подмениваться сатаной, незаметно для глаза человеческого, незаметно для глаза Лота, формальным, религиозным поклонением. К сожалению, сегодня вот эта же самая опасность многих-многих людей тоже увлекла в ловушку дьявола. Дорогие мои друзья, здесь мы видим, что Бог стремится помочь Лоту. И опять-таки, Бог не упрекает, не унижает, не оскорбляет, но Бог пытается говорить к Лоту через то, как Авраам освобождает не только Лота и его семью, но и всех плененных. Удивительно, в этой главе мы читаем о том, что Авраам, не будучи военным специалистом, не обладая армией, он завоевывает победителей и отвоевывает, и забирает у них всю добычу. Здесь мы видим, что очень часто Бог и к нам, как в свое время к Лоту, говорит через обстоятельства жизни. Иногда какие-то потери, возможная болезнь. Все это Бог использует для того, чтобы остановить человека, для того, чтобы мы могли услышать среди множества-множества зовущих голосов. Голос того, кто любит нас, кто предупреждает нас об опасности, кто хочет нам мира, кто хочет нам добра. Я думаю, что для Лота это была радостная встреча с Авраамом, и это был новый шанс от Бога начать новый этап взаимоотношений с Господом. Вообще, когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим, насколько непросто было всегда во все времена Богу строить отношения с нами, людьми, потому что не все так просто в этом мире. Идет незримая борьба между добром и злом, между Иисусом и между Сатаной за веру и за принадлежность каждого человека, живущего на этой земле. Мы видим, что и Авраам, он тоже совершал ошибки подобно Лоту, но он старался дорожить отношениями с Богом. Он старался задавать вопросы Богу, и он делал выводы из своих ошибок. В 15 главе мы читаем о диалоге Бога с Авраамом. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Как здорово вот так вот в видении общаться с Богом и слышать Его голос. Бог ободряет верующего человека и говорит «Не бойся, награда твоя весьма велика». Но удивителен и ответ Авраама. Он говорит «Господи, что дашь мне? Я остаюсь бездетным». Дорогие мои друзья, это очень важный момент и урок, который мы находим здесь, в этом месте Священного Писания. Бог побуждает нас общаться с Ним легко и просто и без ободняков говорить то, что, может быть, тяготит мою душу. Авраам говорит «Господи, мне не нужно богатства, мне не нужно много стад, мне не нужно много золота и серебра, мне нужно потомство. Ты мне обещал, и почему-то ты не исполняешь свое обещание». Дорогие мои друзья, очень часто мы с вами находимся в величайшей опасности, когда пытаемся просто делать политику с Богом. Иногда мы говорим Богу «Господи, мы любим Тебя, мы знаем, что Ты заботишься обо мне, но другим людям в простом где-то общении мы говорим «А Бог, наверное, не слышит мои молитвы». Вот здесь Авраам говорит «А зачем мне это богатство? Зачем мне это все множество? Ты до сих пор не ответил на мою молитву, на мою нужду. Ты не дал мне ребенка, а Ты обещал». И вот Господь, Он снова напоминает и снова говорит «Не бойся, жди, и ты обязательно получишь». Дорогие мои друзья, возможно, сегодня не все так гладко в вашей жизни, как верующего человека. Но если Бог что-то обещал, Он обязательно исполнит. Но есть некоторые причины, почему Он еще не делает того, что Он обещал тебе и мне. И вот проходит долгое время. Мы с вами обратим внимание на 19 главу книги «Бытие». Здесь мы читаем о том, что произошло в жизни Лота. Мы знаем, что после этого инцидента, когда Лот потерял все свое имущество, и потом Бог по милости своей освободил его через дядю, через Авраама, Лот все равно с семьей продолжал жить уже в Содоме, а не в окрестностях. И вот Содом и Гомора и еще несколько городов Богом были истреблены за то зло, за то дурное влияние, которое оказывали эти города на всех людей и прежде всего на Лота, как на верующего человека. И в 19 главе мы читаем «Сказали ему жители Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зятли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы не был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Мы видим здесь насколько Бог щедр к людям. Он посылает вестников своих, Он говорит Лоту, «Все те люди, которые тебе доверяют, все те люди, которые в этом городе могут тебя знать и которые прислушиваются к твоим словам, все те люди, на которых ты имеешь доброе влияние, выведи их отсюда, потому что утром будет поздно». Дорогие мои, сегодня каждый из нас имеет влияние на окружающий мир, либо доброе, либо плохое. Нас либо уважают, либо не ценят нас. И вот в этой главе мы прочитали о том, что Лот не смог никого спасти, даже свою семью, даже жена Лота, оглянувшись, превратилась в соляной столб. И это большая утрата. нельзя заигрывать со грехом. Нельзя удовлетворяться простой формальной религией. Мало приходить в церковь, мало каждый день читать Библию, мало каждый день молиться, потому что сегодня миллионы людей каждый день молятся, каждый день читают и достаточно хорошо знают Священное Писание. Но Бог говорит о добром отношении, Бог говорит о диалоге, Бог хочет общаться с нами, Он хочет говорить о наших переживаниях. И поэтому мы здесь видим, что Лот, к сожалению, пренебрегая отношениями с Богом, потерял свою семью. И остаток своей жизни он прожил в очень плохом состоянии. Он был в депрессии, и Бог, несмотря ни на что, его спас. Потому что Бог есть любовь, и Он ценит каждого человека ценой жертвы голговского нашего победителя Иисуса Христа. Дорогие мои друзья, сегодня Бог предлагает нам сделать выбор. Авраам и Лот – два верующих человека. Они жили в одну и ту же временную эпоху. Они жили в одном и том же месте, но отношения с Богом строили по-разному. Дорогие друзья, Бог хочет, чтобы мы не просто читали эту книгу, как интересную или полезную. Бог хочет, чтобы мы видели, как строил Он отношения с библейскими героями. Сегодня точно так же Бог хочет строить отношения личностные с тобой и со мною. и так здорово, когда мы слышим голос Бога, обращенный к тебе по имени. Ибо в Библии мы читаем, и Священное Писание об этом говорит, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе недоступное и великое, чего ты не знаешь». Бог сегодня приглашает нас строить эти добрые взаимоотношения. Для Него важно, чтобы мы не просто вошли в вечность, а чтобы даже здесь, на этой земле, полные греха, нечестия и страданий, чтобы Его народ, Его дети жили бы счастливой полноценной жизнью, зная, что мы дети великого Бога и зная, что мы идем в Царствие и в Дом Отца нашего. Да благословит каждого из нас Господь, чтобы мы ценили эти добрые возможности общаться с Богом. Аминь.